МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире канала Уваровской телевидении информационная программа «Наш город» в студии Ирина Пивоварова. Главная тема сегодня. Подвиг защитников Отечества – правильный жизненный ориентир для подрастающего поколения. Парта героя Михаила Евко появилась в Уваровском лицее. Расстояние и болезни – не помеха. Память героев-уваровцев приехали почтить спортсмены из Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Саратовской областей. Полезная и важная информация от правоохранительных органов в рубрике «В рамках закона». Корпус номер 8 лицея города Уварова присоединился к всероссийскому образовательному проекту партии «Единая Россия» «Парта героя». На торжественном мероприятии, приуроченном ко дню защитника Отечества, присутствовал глава города Владислав Денисов. Образовательный проект «Парта героя» рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. Один из тех, кто с честью выполнил свой служебный долг – Михаил Ивко. В память о выпускнике школы, который погиб на территории Чеченской республики, в одном из классов 8-го корпуса лицея появилась «Парта героя». Это ученический стол, на котором размещена фотография, информация о фактах биографии и заслугах. В июне 1995 года группа под командованием Михаила попала на минное поле. Старший лейтенант имел полное право отдать приказ любому бойцу найти проход. Но он пошел первым. За проявленный героизм Михаил Ивко посмертно награжден орденом мужества. В 2017 году на здании лицея была открыта мемориальная доска. Глава города Уварова Владислав Денисов, который был приглашен на торжественное мероприятие, отметил, что для подрастающего поколения подвиг защитников Отечества – это правильный жизненный ориентир. Мы люди русской души, которые всегда готовы защитить свое Отечество, обеспечить суверенитет, а это целостность нашей страны. Для чего? Для того, чтобы у нас было будущее. Будущее у вас, будущее у наших детей, у взрослых, чтобы мы могли строить планы, создавать семьи, жить и наслаждаться жизнью, работать на благо нашей страны. В чести сидеть за партой героя будут удостоены учащиеся, отличники учебы и активисты. В завершении мероприятия глава города поздравил мальчиков класса с наступающим Днем Защитника Отечества. Лицеисты, в свою очередь, также тепло поздравили Владислава Денисова с праздником, пожелав успешной работы. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, НашГород. 19 и 20 февраля в Уварве прошел 22-й турнир по волейболу среди ветеранов. По традиции он был посвящен памяти героев-уваровцев. Вместе с главой города на открытии соревнований побывала и наша съемочная группа. Ветеранский волейбольный турнир его участники называют самым настоящим спортивным праздником. Для крепких духом и телом мужчин инфекции дальней дорога не является препятствием. В этом году на состязании прибыли 8 команд. Волейболисты не только нашего региона, но и Воронежской, Волгоградской и Саратовской областей. Мы спортсмены, у нас здоровья хватает побороть эту пандемию, несмотря ни на что, и еще спортом заниматься. Ну и, конечно же, основная задача не в этом, и, конечно, почтить память героев-уварцев, которые у вас здесь есть, и памяти, которых проводится этот турнир. Поэтому мы с удовольствием посещаем ваши турниры. Поприветствовать игроков науварской земле и пожелать удачи приехал глава города. Для него волейбол – особенный вид спорта, любовь, к которому привел отец. Владислав Денисов рассказал, что это увлечение стало для него серьезным, то есть необходимым не только для времяпрепровождения или поддержания здоровья. Он требует интеллектуальности, он требует физической подготовки и вот этой гармонии человека, которая привлекает именно для игры. И мы в городе Уварово, конечно, поддерживаем наш волейбол, и очень приятно, что сегодня состоялся такой прекрасный праздник волейбола. И спасибо всем нашим гостям, которые приехали сюда, поддержали, и я уверен, они покажут прекрасный спортивный волейбол. Принять участие в ставшем уже традиционном турнире собрались любители волейбола из Бресоглебска, Бутурлинов, Киртищева, Мучка, Пасаратова, Тамбова и Уварова. Команды разделили на подгруппы, и состязания прошли сразу в двух спортзалах – Дворца культуры «Дружба» и Детской юношеской спортивной школы. Во второй день в финале встретились занявшие первые и вторые места. По итогам поединков лучшей стала саратовская команда. Хопер из Бресоглебска поднялся на вторую ступень, пьедестал почета. Третье место заняли тамбовские спортсмены. Также были определены и лучшие игроки турнира. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, НашГород. Полезная и важная информация от правоохранительных органов в рубрике «В рамках закона». А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка. И яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих. На сегодня это вся информация. Не забывайте, все самое интересное из новостных программ вы можете посмотреть на нашем сайте и YouTube-канале. А интересные темы для репортажей предложить по телефон редакции 4-61-10. До встречи на канале «Варкская телевидение». Редактор субтитров А.Семкин